Изготовь снаряжение, у каждого есть три уровня. Чтооооооо, простите? Мне нужно 1440 сил, еще больше донатов в Бравл Старс. Елки-пауки. Иногда мне кажется, что разработчики Бравл Старса наблюдают за мной. Как только я собираюсь выложить какой-то ролик по Бравл Старсу, именно в этот день они выпускают обновления. Прошу прощения за опоздание, но сегодня у нас будет масштабнейшее обновление Бравл Старса. Не, серьезно, эта обнова полностью меняет игру. Первое, что я хотел бы сказать, так это то, что теперь все мои бравлеры девятого уровня силы. В Бравл Старсе появился одиннадцатый уровень. Также появились специальные снаряжения в Бравл Старсе. На каждого бравлера вы можете выбить себе снаряжение. Мне безумно интересно сыграть с этими снаряжениями, посмотреть, как это вообще будет влиять на игровой процесс. Ну а также сегодня я потрачу достаточно много гемасов, ребята. Я обожаю тратить гемы в Бравл Старсе. Нет, я ненавижу это делать. Почему вы вынуждаете меня это делать? За что? Что ж, ребята, заходим с вами в магазин, и что мы с вами видим? Очень много акций. Очень много акций на очки силы. Эти очки силы нам пригодятся, потому что нам нужно прокачивать бравлеров. Давайте мы сразу же с вами протестируем на ком-нибудь. Я воспользуюсь 500 очками силы. И давайте мы с вами вкачаем моего любимого Эдгара. Та-дам! Что ж, осталось еще немного. Нужно еще 390 где-то надыбать. И для чего я прокачивал всех своих бравлеров на протяжении такого долгого времени? Чтобы просто вышло обново в Бравл Старсе и понизило всех моих бравлеров серьезно? Окей, чуваки. 900. Мы можем с вами улучшить Эдгара. Всего лишь одного бравлера из 52. Ёлки-палки. Ячейка снаряжения разблокирована. Оу, смотрите-ка. Надели своих бойцов дополнительными способностями. Открой первую ячейку снаряжения бойца на 10 уровнем силы. Собери предметы для изготовления снаряжения. Изготовь снаряжение, у каждого есть 3 уровня. Что? Простите. Так, ладно, я получил какие-то детали. Как это работает? Давайте-ка мы с вами посмотрим. Палец показывает тыкнуть вот сюда. А может я не хочу изготавливать себе защиту? Может быть я хочу себе что-то другое изготовить? Ладно, видимо придется жетон защиты использовать. Добавляет щит с 300 очками здоровья. При полном запасе здоровья щит восстанавливается за 10 секунд. Это как дополнительная супер пассивка, как дополнительная звездная сила для бравлера. Кстати говоря, пару месяцев назад я говорил, что было бы круто, если в Бравл Старс добавили какие-нибудь способности. Они меня точно сталкерят. Так, ладно, окей, прокачиваем с вами здоровье щита. И готово. Первый уровень у нас вкачан. Оуу, дальше нам нужно будет собрать 200 этих очков. Не хватает деталей. А где мне собирать эти детали? Я не понимаю. Явно не в Бравл Пассе. Так, ладно, что я могу сделать в Бравл Пассе? Я могу пооткрывать ящики, для того, чтобы мы с вами набили как можно больше опыта. Вы видели это? Так, смотрите, еще раз. Я получаю деталь снаряжения. Это нам нужно для прокачки как раз-таки снаряжения. Мне что-то еще выпало, я проглядел. Ага, вот смотрите, жетон снаряжения, защита. Так, отлично, мне выпадают еще жетоны. Как только я соберу все необходимые детали, я, видимо, могу прокачать как раз-таки снаряжение. Оуу, 7 предметов сразу. Нифига себе, мне там жетонов сейчас навыпадало. Ладно, мне во всем этом еще нужно разобраться, ребята. Давайте посмотрим шанс на выпадение жетона как раз-таки. Жетоны снаряжения 10%. Эти шансы много больше, чем на гаджеты и на звездную силу. Не, ну, Бравл Старс в корне меняется, ребята, прям в корне. Так, ладно, окей, давайте я куплю бонусный ящик, 7 предметов. Опа, жетон снаряжения, скорость Х2. И также мы получили много очков силы. Что ж, у меня есть 2300 гемов. Я их обязан просто слить за сегодняшний ролик. Я должен пооткрывать ящики, постараться выбить как можно больше жетонов. И, возможно, у меня получится вкачать какого-нибудь Бравлера на максимум. Интересно, у всех ли Бравлеров одинаковое снаряжение? Или же у каждого Бравлера есть свое индивидуальное снаряжение? Опять, жетон снаряжения скорость. Сколько мне их уже выпало? Мне уже несколько раз выпадает жетон снаряжения на скорость. Ага, пока что только очки силы. Ну, слушайте. Теперь у нас появилась новая мотивация фармить что-то новое в Бравл Старсе. Не только гаджеты, звездные силы и Бравлеров. Теперь еще и жетоны. Еще больше донатов в Бравл Старс. О, да. Что ж, хорошо, что я сэкономил все эти ящики, потому что наконец-таки они мне пригодились. Вот что это мне выпало сейчас за жетон? Я его проскипал. Деталь снаряжения. Очки силы. Очки силы. Ага, с мегаящиков намного больше шансов на выпадение как раз-таки этих жетонов. С больших ящиков они выпадают намного-намного реже. Так, а с маленького что-нибудь выпадет? Ага, чуть-чуть этих деталек. Так непривычно видеть, как мне сейчас выпадают очки силы. Я так давно не прокачивал своих Бравлеров на своем основном аккаунте. Давайте мы прокачаем с вами еще немного нашего Эдгара. Ааа, погодите-ка. Мне нужно 1440 сил. Что? Так, надеюсь, у меня есть очки силы, которыми я смогу воспользоваться. Нет, у меня их нету, конечно же. Да, я их все потратил на Бравлера Лолу. Что ж, это печально. Подождите, я хочу сейчас понять. Добавляет щит с 300 очками здоровья при полном запасе здоровья. Здесь сокращает продолжительность оглушения и уменьшает эффект замедления на 25%. Увеличивает урон на 10%, если осталось менее 50% здоровья. Восстанавливает 100 очков здоровья при неподвижности. Ну, так себе. Скорость ускоряет движение в кустах на 15%. А вот это вот, мне кажется, интересная способность. Давайте мы с вами сейчас проверим это на каком-нибудь другом Бравлере. Одинаковое ли снаряжение. Ускоряет движение в кустах. Восстанавливает 100 очков. Увеличивает урон на 10%. Да, на всех Бравлеров одинаковые способности. Точнее, одинаковое снаряжение. Блин, я так запутался. Как это будет правильнее назвать? Ладно, снаряжение. Теперь я понимаю, почему не стоило расходовать очки силы. Почему нужно было открывать ящики. Потому что эти очки силы наконец-таки бы мне пригодились. Но я их все слил. А, мне так обидно. Все-таки нужно было сейвить все эти очки силы. Ну почему, почему, почему я так протупил, я не понимаю. Что ж, теперь у меня появилась новая мотивация. Полностью выбить все снаряжения на всех Бравлеров. О, смотрите, 500. Ворона чуть-чуть прокачали. Что ж, а теперь давайте мы с вами израсходуем все большие ящики. У меня их осталось всего лишь 4 штуки. Затем нам нужно будет переключиться на магазин и в магазине продолжить все это дело фармить. Боюсь себе представить, сколько гемов у меня может уйти на всю эту прокачку. И, наконец-таки, я могу потратить свои звездные очки. У меня их 17 тысяч. Этот момент настал. Я все равно себе не особо уже хочу золотой скин ворона. Поэтому, ребята, давайте мы их с вами потратим, чтобы получить побольше очков силы на каждого нашего Бравлера. А, стоп. Всего 2 ящика, серьезно? Все, у меня ящики закончились. Нету ничего больше. Я думал, что я их могу открывать все время. Пози. 3 года играет в Бравл Старс. Что ж, приступаем с вами к мегаящикам. Да, давайте мы с вами сольем полностью все мои гемасы. Прямо в нулину. Надеюсь, что получится еще хотя бы одного Бравлера прокачать. Фу, 7 предметов. Нифига себе. И ни одного Бравлера. Кстати, вроде должен даже появиться новый Бравлер в Бравл Старсе. Не знаю, когда это произойдет, но когда это произойдет, он у меня обязательно появится. Так что, ребята, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Я не знаю, почему вы еще этого не сделали. А также нажми на красную кнопку подписаться. Смотри, сколько людей меня смотрит без подписки. Почти половина. На канале почти 12 миллионов и половина смотрит без подписки. Если бы вы подписались, то было бы уже 20 миллионов. Вот так вот стараешься. А кому-то лень нажать на красную кнопку подписаться. Ладно, это все шутки. Мне нужно открыть десятки тысяч этих ящиков, чтобы все прокачать. Десятки. Они специально выжидали момента, чтобы появилось как можно больше Бравлеров в Бравл Старсе, чтобы они резко добавили элементы экипировки. И вам придется открывать очень много ящиков, тратить очень много гемов, чтобы прокачать своих Бравлеров. Ну, хоть одного Бравлера-то у меня получится сегодня вкачать до 11 уровня. Нет, мне кажется, не получится. Там на Таре уже столько опыта выпало. Мне кажется, мне придется сегодня опять очень много гемасов потратить. Что-то мне подсказывает, что за сегодняшний ролик я потрачу минимум тысяч семь-восемь гемасов. Это уж точно, чтобы прокачать хотя бы одного Бравлера. Опыт распределяется максимально рандомно, и поэтому угадать сложно, на кого выпадет мне больше всего опыта. Это максимально рандом. Что ж, у меня осталось 69 гемов. Не знаю, куда мне потратить 69 гемов. Давайте два больших ящика открою. У бойца не хватает очков силы. Как же он не бомбит. Может быть, у меня что-то осталось в прошлом сезоне? В прошлом сезоне у меня ничего не осталось. У меня только монеты здесь есть. Опыта ноль. Я его, видимо, тоже весь собрал. О, два больших ящика. Приятно находить такие запасы. Это знаете, как положить 100 рублей в зимнюю куртку. Потом ты понимаешь, что их сожрала инфляция. И уже вроде не так весело. 4 тысячи гемов. Все, устраиваем с вами в спидран по открытию мегаящиков. Как легко, просто легчайше потратить полторы тысячи гемасов. Буквально за несколько секунд. Ребят, кто из вас уже смог вкачать бравлера до 11 уровня силы? Обязательно напишите об этом в комменты. Я, если честно, уже сильно запотел. И мне кажется, что мне придется еще минимум 2 тысячи докинуть. Сколько там на Эдгара? Там на Эдгара вообще опыт не прибавляется. На Эдгара вообще не падает опыт. Серьезно, 195, это какая-то шутка, да? Это анекдот. О, я могу улучшить. Защита второго уровня. О, да. Здоровье счета плюс 150. Давайте мы с вами еще какое-нибудь снаряжение прокачаем. Капец. Мы, оказывается, можем уже с вами прокачать снаряжение для Эдгара. Увеличивает урон на 10%, если осталось менее 50% здоровья. А это, кстати говоря, полезная штука. Что ж, давайте мы с вами вкачаем это несколько раз. О, третий уровень. Фиолетовый, ничего себе, фиолетовый значок, дополнительный урон. Плюс 20%. Что ж, это очень круто. Давайте сопротивление с вами прокачаем. Тоже на третий уровень вкачиваем. Защиту вкачиваем на третий уровень. Надеюсь, что деталей и снаряжения мне хватит. Здоровья вкачиваем. Нифига себе. Слушайте, ну у меня прям нормально такой залутанный Эдгар. Эдгар может стать сильнее, используя снаряжение. Эта ячейка станет доступна после достижения 11 уровня силы. Куда еще сильнее? Давайте мы с вами воспользуемся уроном третьего уровня. Мне кажется, что это просто имба. Когда у меня будет здоровье оставаться немного меньше, мой урон будет увеличиваться. Давай, Пайпер. Опа. О, нет, стоп, это Шелли. Опа. Нормально. Даже не почувствовал. О, смотрите, появился новый значок возле моего персонажа. Это как раз-таки показывает, что у меня экипировано одно снаряжение. Да, вынес. Нифига. Я же мог предугадать тот факт, что там будет бегать Джеки. Давайте еще раз. Воспользуемся с вами гаджетом. Ну тут меня сейчас кто-то будет ждать. Нет? Ну будет? Давай. Подойди, подойди к этим двум ящикам. Кто-нибудь? Нет? Ладно, видимо, никто не пойдет к этим ящикам. Две баночки у меня есть. Ты? Еще одна Шелля. Почти убил ее. А, меня просвечивают, меня просвечивают. Так, ладно, все, я должен убежать. О, если бы я еще подобрал правильную звездную силу, правильные гаджеты, то все, я был бы просто непобедим. Так, воспользуемся гаджетом. Ну и куда ты пойдешь? Ты же знаешь, что у меня есть звездная сила. Я тебя вынесу запросто. Нет! Фу, меня чуть не убили. О, смотрите, у меня какой-то баф сработал. Это, видимо, сработала моя экипировка. Четыре бойца против меня. Ребят, это будет топ-1. Я планирую взять топ-1. Так, прыжок. Да, не стоило прыгать на ее ульту. Пятое место, плюс я должен получить немного бонусных кубков. Я получил 4 кубка. Это не так уж и много. Что ж, давайте мы с вами вернемся к фарму. Хочу вкачать сегодня кого-нибудь до 11 уровня. Ну, либо хотя бы несколько, до 10. Потому что на это прям нужно потратить тысяч, мне кажется, 40 гемов, чтобы набрать необходимое количество очков силы. Ворон, ворон, ворон. Что ж, нажимаем с вами кнопочку улучшить и мы можем с вами тоже прокачать ему всю экипировку. Сразу же до третьего уровня. Мне хватило прям тютелька в тютельку. Ага, на здоровье уже не хватает. Зато хватает на урон. Урон это полезно для ворона. Мне кажется, даже не обязательно прокачивать абсолютно всю экипировку. Вы можете выбрать конкретную экипировку, которая вам нравится. Играть только с ней и прокачивать только ее. У меня закончились детали. Я думал, что этот момент никогда не настанет. Ладно, давайте две соточки деталей сейчас быстренько нафармим и продолжим вкачивать нашего ворона. Потом мы с вами, вероятнее всего, прокачаем Дэрила. Ребята, пишите в комменты, на какого бы бравлера вы бы купили экипировку. Мой любимый бравлер Эдгар. Вы это все прекрасно знаете, поэтому в первую очередь я, конечно же, прокачал его. Как же плохо, что все эти бравлеры прокачиваются равномерно. Почему я выбил всех бравлеров? Вот если бы у меня сейчас было 40 бравлеров, если бы я не всех бравлеров доставал, то мне было бы намного проще прокачать этих 40 бравлеров. Еще и выпадает так мало очков силы, по 40 штук с мегаящиков. Их как будто сократили, раньше выпадало по 150. Меня явно где-то скамер. Пока что непонятно где, но скоро я разберусь и... Ух ты, ждите моего ответного удара. Все, ребята, кажется, я потратил почти все свои гемасы. Могу открыть максимум один ящик, открывая последний мегаящик. И мне удалось за 6000 гемов довести двух бравлеров до 10 уровня. Что ж, теперь Бравл Старс точно стала бесконечной игрой. Прокачать всех до 11 уровня силы это будет чересчур сложно. Это будет нереально сложно. Это будет очень долго. Давайте мы теперь с вами сыграем за Ворона. За Ворона я бы выбрал другую экипировку. И, кстати говоря, я прокачал его на максимум. За щит до третьего уровня, мне кажется, имба. Добавляет щит с шестью сотками очков здоровья. При полном запасе здоровья щит восстанавливается за 10 секунд. Но это почти что как у Биби. Отправляемся с вами на штольню плюс. Ох, сейчас мы с вами отожгем. Этот щит это дополнительный 600 очков здоровья. Для Ворона, у которого мало хп, это очень полезная штука. Почему у меня отображается 4000 хп? Так. Ты сейчас серьезно, блин? Ты сейчас серьезно? На что ты вообще рассчитывал, я не понимаю. Я надеюсь, бегаю здесь один. Ух ты! Черт, меня чуть не убили. Оу, смотрите, 4300. 4400. 4400 хп, да, хп стало больше. Щит работает. Я его могу вынести. Надо было прыгать. Хотя меня бы все равно это не спасло. Второе место. Снаряжение. Это имба, ребятки. Так, кто у меня следующий? Тара, следующая на прокачку. Вероятнее всего, следующего, кого я еще смогу прокачать, помимо Тары, это у нас будет Дэрил. Биратьте всего, потом пойдет Эмс. Ну, слушайте, процентов так 15 я точно выполнил. Ладно, хочу еще раз сыграть за Эдгра. Мне это безумно понравилось. А что, если я сейчас включу два щита? Этот щит и плюс другой щит. Ну все, ребята, называйте меня Кейборг. С Эльпримусом подеремся. Ах ты! Нормально ты меня перекинул, но спасибо за то, что немного подфармил мне ульты. Давай на меня! От меня ты не уйдешь. Это очень обидно. Нет, тактика с щитом в полный отстой. Мне не нравится этот гаджет. А, там же карта, штольня. Ускоряйте движение в кустах. Давайте с ускорением в кустах побегаем. Меня будут называть Кустарная Мышь. Так, Шелли, Шелли, Шелли. Не надо по мне стрелять. Ой. Ой. Да! Какой же это кринж. Мне просто дико не повезло со спавном. Прям дико не повезло. Я заспавнился между Барли и Шелли, которые оба атакуют меня. Таргетят вдвоем. Так, все. Мне сразу нужен гаджет. Это мой ящик. Пульту заряжаем. Это мои два ящика. Отлично. О, да! Ребята, в кустах я действительно перемещаюсь быстрее. О, вы представляете, что было бы, если бы я еще играл за Биби. Как думаете, смогу ли я вынести Фрэнки? Фрэнки, Фрэнки, Фрэнки. Фрэнки, Фрэнки. Чего же ты ждешь, Фрэнки? Вероятнее всего, против меня остался чувак, у которого побольше банок, чем у меня. Фрэнки, 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 извини, дружище. Красивейший топ-1. Вот я и вернул свои кубасы обратно. 16 кубков я заработал. Ребята, как вам снаряжение в Бравл Старсе? Как вам вообще в целом новое обновление? Мне кажется, очень даже интересно. Расширяет границы Бравл Старса. Кстати говоря, скоро еще появятся клубные войны. Ставьте лайк под этим видосом, если ждете следующего ролика по этой обнове. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих видео. Адьос.